Здравствуйте, это канал Процветок и с вами Пашкевич Анна. В этом видео я раскрываю 5 простых секретов, которыми пользуются профессионалы при подготовке семян томатов к посеву. Возможно, к концу просмотра видео у вас формируется понимание того, что этот процесс крайне долгий, растянутый, сложный. Но поверьте, эффект стоит того, потому что как минимум у вас будет увеличение урожайности на 30-40%. Также растения будут меньше болеть, плоды будут более выровненные, более выполненные и, поверьте, более вкусные. Поэтому досмотрите это видео до конца и не забудьте поставить нам лайки. Итак, поехали! Первое, с чего необходимо начинать, при подготовке семян томатов к посеву, впрочем, можно так готовить семена и перца, и баклажана, и любой культуры, которая вам нравится, и которую вы выращиваете через замачивание, это обеззараживание семян. В качестве обеззараживающих препаратов можно использовать, например, фунгицидные препараты. Хорошим будет являться Привикур Энержи. Привикур Энержи является профессиональным препаратом, стоит немало денег, но его необходимо буквально 1,5 мл на 1 л воды. Если у вас нет фунгицидных препаратов, то можно использовать, например, какие-нибудь биологические препараты, тот же самый фитоспорин. Если это порошок, то 1,5-2 грамма на 1 л воды, и это будет хорошим подспорьем для того, чтобы обеззаразить семена. Также в качестве дезинфицирующего средства будем использовать нашумевшую перекись водорода. Поверьте, она хорошо дезинфицирует и стимулирует прорастание семян. Как долго мы будем обеззараживать семена? Все будет зависеть от того препарата, который вы будете использовать. Если мы будем говорить про раствор фитоспорина, то это может быть максимум 2 часа. Особенно важно ввести обеззараживание семян, которые вы собрали самостоятельно, или которые вы где-то приобрели, которые предварительно также самостоятельно собрали. Потому что, поверьте, неизвестно, какие поверхностные семенные инфекции находятся на вот этих самых сборных семенах. Второй шаг, которым пользуются профессионалы при подготовке семян томатов к посеву, это обработка их стимуляторами роста. Эпин или янтарная кислота будут являться хорошими стимуляторами роста и развития будущих растений и будут способствовать просыпанию наших семян. Сколько же добавлять эпина или янтарной кислоты? Достаточно 1-2 грамм или миллилитров на 1 литр воды. Также будем замачивать в стимуляторах роста не более 2 часов. Третий шаг подготовки семян к посеву это обогащение микроэлементами. В более ранних видео я говорила о том, что все необходимое питание природа заложила в семени и его хватает на первые 2 недели. Это так, но не лишним будет дополнительно внести микроэлементы в наши семена, для того, чтобы у него не было временного разрыва, которое будет вызвано дефицитом или недостатком элементов питания. Например, если у нас плохой грунт или если мы запаздываем с первой подкормкой, именно те микроэлементы будут являться тем стартом, который будет положительно действовать на рост и развитие нашей рассады. И поверьте, семена, обработанные микроэлементами, дают прибавку урожайности от 27 до практически 40%. В качестве микроэлементов, в которых можно замочить семена томатов, будут являться железо, марганец, цинк, молибден, кобальт. Если вы посчитаете достаточно сложным или невозможным собрать эти микроэлементы, то можете хотя бы замочить семена в гуминовых препаратах. Например, будет хорошо отзываться семена на гумооткалия с дополнительным сдержанием микроэлементов. Сколько будем замачивать в питательном растворе? Тоже на протяжении двух часов. Итак, на протяжении двух часов обеззараживали, следующих двух часов стимулировали и последние два часа мы питали наши семена. Как раз вот это вот суммарное шестичасовое замачивание будет способствовать полному выходу семян из состояния покоя и они уже начнут двигаться в рост. После того, как мы шесть часов замачивали семена, мы их помещаем на проращивание. Проращивание можно проводить, как я, например, в марлевых таких вот кульках и обязательно подписываем наше растение. Также есть методы проращивания в ватных дисках, в тряпочках, в целлюлозных каких-то листах. То есть любой способ, который вам доступен. Практика показывает, что через 2-3 дня, в зависимости от каких-то сортовых особенностей семян, наши зародышевые корешки уже успевают появляться. После того, как основное количество зародышевых корешков проклюнулось, наступает четвертый шаг подготовки семян к посеву, а именно закаливание. Закаливание мы будем проводить в холодильнике, будем помещать в него семена, содержать там их минимум 12 часов, можно и 24 часа содержать. Что нам дает закаливание? Это повышение холодостойкости растений, повышение выносливости к различным температурным перепадам, которые, к сожалению, могут присутствовать, особенно если мы будем выращивать наше растение в открытом грунте. После того, как мы закалили семена, переходим к последнему пятому шагу, а именно посев. Подбираем оптимальный грунт, об этом мы неоднократно говорили на нашем канале, и 7 семена. Помним, что томаты, как и перцы, как и баклажаны не любят большого заглубления, поэтому, пожалуйста, помещайте ваши семена на глубину 0,5-0,6 сантиметров, для того, чтобы всходы были ровными и быстрыми. Надеюсь, эти профессиональные секреты не показались вам трудоемкими. Оставайтесь на канале Процветок, обязательно выполняйте эти нехитрые 5 шагов по подготовке семян томатов к посеву и делитесь с комментариями будущих урожаев. До новых встреч!